Столтенберг назвал главную тему на заседании Совета России-НАТО. На заседании Совета России-НАТО, которое состоится в пятницу, 25 января, Североатлантический альянс попытается убедить РФ вернуться к соблюдению договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. ДРСМД, заявил генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг, держать дистанцию, чем интересна ракета, из-за которой США выходят из ДРСМД и объединения Вашингтона в адрес Москвы угрожают сохранности других договоров. Мы продолжим работу. Завтра мы встретимся с Россией в Брюсселе на заседании Совета России-НАТО. Мы будем продолжать призывать Россию вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках ДРСМД. Ред, рассказал Столтенберг телеканалу CNN на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Глава Североатлантического альянса при этом в очередной раз обвинил Москву в нарушении договора. 23 января состоялся брифинг, в ходе которого Министерство обороны России впервые показало иностранным военным атташе ракету 9М729, это модернизированный вариант ее предшественницы 9М728, входящий в состав комплекса «Искандер-М». Ведомство рассказало обо всех изменениях, которые претерпела эта ракета, в том числе о ее габаритах и дальности полета. Представители НАТО и Евросоюза, в том числе США, Великобритании, Франции и Германии, отказались от участия. Пресс-атташе американского посольства в Москве Андрея Калань заявил, что брифинг российского Минобороны не разубедил США в том, что РФ нарушает ДРСМД. 4 января Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс до февраля для возвращения к выполнению ДРСМД. 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД под предлогом невыполнения Москвой пунктов документа и наличия якобы нарушающей условия документа ракеты 9М729. Москва неоднократно обращала внимание, что дальность полета ракеты во время испытания не превысила 476 километров, тогда как в договоре говорится о 500 километров. Кроме того, американская сторона об этом была вовремя проинформирована. ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней, зона поражения от 1000 до 5,5 тысячи км, и меньшей, зона поражения от 500 до 1000 км, дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.